Всем привет, уважаемые зрители и здорово подписчики, с вами Константин, сегодня я решил поиграть в Arma 3 мод эпоха, да, все мы знаем нашу любимую армулечку, только третья часть, есть Exiles мод, есть Apoch мод, там и там выживание, но я предпочел Apoch, потому что, ребята, здесь все как-то приближеннее к выживанию. Здесь, если сравнивать Exiles и Apoch, вот я поиграл на разных серверах, потестовал несколько дней, мне не понравилось в Exiles то, что там можно просто брать текстурные какие-то сооружения и их ставить, коряво ставить, дома вот такие, как на заднем плане, там, гангары, их можно купить, ребята, за игровую валюту и тупо поставить там, где вы захотите, поставили флаг базы свой и ляснули туда, то есть воротами закрылись какими-то на кодовый замок и вот ваша база. Все это, блин, не по-выживальски, я бы так сказал, я хочу фармить дерево, как я делал этого Arma 2 когда-то, грузил в свой Урал, это дерево куда-то тащил, или там, допустим, если рядом с моей базой, где я буду строить, есть уже лес, я там это рубил, там крафтил доски, там крафтил стены. Как бы был процесс такой, выживание, ночь наступала, я распаливал костры, жрал, сидел, пил, сидел, вот, строил, короче, себе здание, вот. В моде эпоха, по крайней мере, на этом сервере я этого не нашел, такого вот големства, да, что нужно ставить текстурные готовые базы. Здесь надо фармить и строить, это хорошо, плюс фармить деньги здесь сложней, здесь отмороженные техники меньше, на Exiles я просто ехал в джипе, и где-то с километров меня выпустили ракету, эта ракета просто в меня, ну, чувак управлял этой ракетой, или она по тепловому наведению была, просто меня взорвали, я просто ехал. И где-то издалека была запущена ракета, возможно, с высоты километров вообще вертолет и сел, это уже не выживание, это бред. Здесь я тоже наблюдал, что есть техника танков, бронетехника тяжелая есть, но она такая дорогая, ребята, что нафармить даже сольному игроку на нее, это, блин, дни, 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 даже, может, месяц времени понадобится, чтобы нафармить сольнику на такую технику, это хорошо. А в Exiles мне сразу со старта давали 200 тысяч, на некоторых модах даже, в серверах давали миллион, при стоимости бронетанка, там, Т-34 в 800 тысяч. Получается, я покупаю какую-то шляпу сразу со старта и еду валить всех вокруг, как бы, ну, это бред. Если хотите играть в арма, ну, воевать, это просто надо в арма 3 без модов играть, воевать, там, команда на команду, да, где там 50 на 50, 100 на 100, а если выживать надо, то такой техники должно быть по минимуму. Если она есть, то бронебойные хотя бы, ну, чисто патроны на нее, на пулеметы, не надо там какие-то снаряды продавать и все такое, как это делалось на арма 3, на арма 2 даже, я помню, играл. Как-то все подрезать надо. Ну, ладно, хватит, ребята, болтать. Я к чему все это затеял? Мне очень важно знать ваше мнение. Если вы хотите, чтобы я начал записывать серию по арма 3, я обратил внимание на то, как вы более активно отреагировали на сталкер онлайн. Сталкер онлайн, поэтому будет продолжаться серии, по-любому. Они нравятся людям, эта игра я вижу. И дополнительно можно еще записывать другое что-то, выживание какое-то, да? Вот. У нас на канале есть арк, хант шоу даун по выживанию, сталкер онлайн сейчас стараюсь добавлять побольше. И вот арма 3, если вы оцените, поставите лайкос, подпишитесь, если не подписаны, напишите в комментарии. Да, давай, чувак, арма 3 тема, записывай сольное выживание. Поначалу будет сольное, если я увижу, ребята, какое-то желание, да, смотреть эту игру. А потом, возможно, даже и будем организовывать какой-то клан. Вот. И играть уже вместе. Кстати, сервер этот я пока называть не буду, мне этот сервер нравится, здесь он не заселен. Максимум, что я тут увидел, 9 человек вечером, 9-10. То есть, есть возможность спокойно играть, развиваться, строиться и нет конкуренции. Карта Altis Life. Опять же, от ваших лайков и вашего внимания зависит, то буду ли я показывать другие карты. Карта Maldon. Есть еще бесплатное дополнение, да, для тех, кто купил просто арму 3. Но, ребята, там такая маленькая карта, что, как бы, да, там только разве что голодные игры устраивать. В Play Run у нас был такой Battleground, да, потому что она очень маленькая, и там напичкана все ботами. Боты эти бегают по всей карте. Бегишь, бежишь, 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 хлопаешь, шальную пулю просто ловишь, непонятно откуда. Поэтому, как бы, на маленьких картах играть в арму 3 на модах неинтересно. Карта должна быть большая. Вот. Поэтому, ребята, оценивайте. Так, еда, попить, да. Как-то так. Вот. Я еще хочу показывать карту Таноэ. Но она, конечно, платная. Дополнение стоит 25 долларов на данный момент. Апекс. Дополнение Апекс. Оружие там. Все такое. Если я увижу активность по этой игре среди своих подписчиков, естественно, я буду покупать и это дополнение, и записывать вам выживание на Таноэ. А эта карта красивенная. Там, блин, джунгли вокруг, скалы, водопады, реки. Мне она очень нравится. Альтис, как бы, уже карта заезженная. Но поймите, это, как бы, карта сделана для армы 3. И она бесплатная. Поэтому у нее все рубятся, большая часть игроков. И она красивая. Пробовал, ну, НАПФ карту. Это с Армы 2. Там, НАПФ Винтер, Зима, да. Пробовал такое. Но, блин, после того, как я посмотрел на красоты просто Алтиса или Таноа, да, на Ютубе, я просто на НАПФе не могу находиться. Он просто оптимизирован под игру, но он не сделан под армутри. Он корявый. Все карты, которые... Та же Чернорусия, они все сделаны коряво. Так, что у нас тут пистолетик, граната, пайнт кан, еллоу. Какая-то краска. Вот, теперь у нас есть стволик. Что мне нравится, полуты здесь. С голоду не умрете. Паковали, побегать. Можно даже найти какой-нибудь хороший ствол. Не просто пистолет или дробовичок. Можно даже какое-то автоматическое оружие найти. И даже это будет не пистолет, пулемет. Это будет... О, ни хера себе, рыбина. Здоровенная. Вот, видите. Правда, рыбу так сырой жрать можно, но будет повышаться токсичность. Но токсичность со временем падает. Насыщение остается. Поэтому, в принципе, можно жрать. Так, это что у нас? Сейчас мы, ребята, попробуем, может, проехаться куда. Мне нравится на этом сервере, что вот вы появились бомжом, да? Нажимаем пробел. И здесь возможность есть скрафтить квадроцикл. И его можно крафтить, ребята, даже несколько раз. Ну, не каждую минуту, но где-то через час, через полтора, может, два. Вы можете скрафтить себе квадроцикл. Если вы умерли и снова появились, то сразу можете крафтить. То есть, не надо вот этих побегушек по всей карте вот этого вот. Несетесь, вы умерли. Кстати, здесь есть спавн на своей базе. Понимаете, вы построили себе базу. Что-то впереди за хрень какая-то. О, папа. Есть спавн машин, ребята. Вот это, по-моему, заспавненный суф. И раз меня до сих пор не убили, да кто здесь будет делать облавы? Тут облавы делать нет смысла. В этой кавале тут бомжи одни бегают. Так, давай тебя закроем, хрен с ним. Вот так, оп. Походим, походим, нашел суф. Круто. Unlock. Оп, да, это заспавненная машина, потому что, если бы это была чья-то, я бы, нажав на Unlock, увидел панель для набора пин-кода. Вот так я просто ее открыл. Теперь могу в нее сесть. Хлоп. Так, а что у нее в инвентаре? Есть что-нибудь? А в инвентаре у нее даже было, видите, тут машины с лутом. Я один раз с тремя стволами и пулеметом газельку нашел красную вчера. Так, это что у нас? Фимали. Это женская одежда. Есть магазины. Так, да, 5.56. И есть Ако Грин. Хорошо. Очки какие-то. Все, теперь у нас есть техника. Наше выживание начинает обрастать. Есть хороший автомобиль, который можно грузить каким-то лутом. Он тихий. Вот мне нравился СУФ еще с Армы 2. Он быстрый. В него много грузить можно. И он тихий. Можно было проскакивать во многих местах. Потому что когда Волга или Жигуль несется, особенно Жигуль, за такой ров стоит, что просто невозможно. Где у нас подлутаться можно тут? А это тихо свистит. Немножко рычит, но в пределах нормы. Сейчас мы, ребята, катаемся с вами по кавалле. Здесь очень много стройеров. Ох ты, жесть какая, а. Да ладно, что за спавненный КАМАЗ. Блин, я вчера лазил полдня по этим картам. Максимум, что я видел, это Алтис. То есть, газелька красная. Так, так, так. Get out. Хорошо. КАМАЗ, это же вообще красота. Слушайте. Ай-яй-яй. Аппарат. Написали за МАК. Чтобы не нарушать авторские права, я так понял или что. Никогда не задумывались, почему в GTA все машины вымышленные. Давайте скринник какой-нибудь, скриншотик сделаем. Как-нибудь вот так. Вот так. Немножко приподнимем вот этот синий круг. Ладно. Пускай вот так будет. Хоп. Все. Пойдет. На превью будет у нас картиночка с КАМАЗом. Типа основная замута КАМАЗ. Красавица. Что у нас внутри? Опа-па. МК-18. 7,62 калибр. Шлем. И аптечка. Все, что нужно настоящему мужику. Оружие. Защитить башню. Эптека. Так, а если я СУФ пристегну свой? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Аппарат. Поэтому, ребята, еще раз напоминаю, лайки и комментарии. Если хотите больше армы 3. Будем строить, выживать, проходить миссии. Я вчера миссию зачистил, но не под запись, чисто попробовал. Здесь боты не слишком жесткие. Есть миссии жесткие боты, а есть такие, что с 500-400 метров, с резьбелой дня, с пулемета можно спокойно отрабатывать и не бояться, что словите там какую-то шальную пулю. Ну, есть миссии, где мобы поумнее. Так, а как тут прицепиться? Велзе Вичко контент. Нет. Том Клейси СУФ Велзе контент. Ээээ, тише-тише-тише, что ты там делаешь? Ты ее не заминировал? То я один раз так заминировал банкомат. Не знаю, что ты сделал, короче. Ладно. СУФ хотел продать, но раз он будет здесь, я все равно его потом заберу. Я запомнил где-то место. Тут, кстати, метки нету, надо GPS-ник покупать. Ну, это на выезде исковал, я знаю. Этот СУФ можно даже, знаете что, припрятать. Потому что это очень большая редкость, очень хорошая машина. И мне нравилось вот еще Сармы-2, помню. Да залезь ты в него просто и все. Вот, можно было... А это что за прикол такой? Не-не-не, так мы ездить не будем точно. Оп. Вот. Покупали самолет с чуваком. И на самолете был установленный радар. Это была единственная техника, в чем была продумана балансировка на сервере. Самолетами никто никогда не пользуется. На нем взлетел и попробую еще где-нибудь сядь. А я назначился так, что я мог его посадить в аэропорту, даже в некоторых местах хороших, да, ровных. Вот, был самолет. Мы летали с радаром. По радару обнаруживали технику, заспауненную на карте, вертолеты, там, дорогую технику, которую можно было просто-напросто продать. А найти на огромной карте, на той же НАП или на АЛТИСе какую-то технику, это надо поискать. Так, я могу тебя закрыть? Хотя тебя может закрыть любой и открыть, по идее. Вот. Записывали координаты на листочек бумаги, потому что один управлял самолетом, второй осматривался по радару, все, да, смотрел, следил за координатами. Тот, кто управлял самолетом, у него просто не было времени следить за координатами и тем более записывать. И все, мы так вот полетали, полетали час, несколько координат, несколько вертолетов, несколько бронированной техники, там, СУВы, да, БРДМ. А потом брали свой вертолет грузовой и просто-напросто летали по этим координатам и эту технику забирали. Вертолеты чаще всего были подбиты, поломаны, для этого у нас была с собой ремонтная заправка, как бы переносная, да, ремонтировали, заправляли и везли туда, где нам нужно было продать. То есть летели. Был неплохой такой способ заработка. Еще неплохой способ заработка был по жилам. Брали, покупал я сразу со старта маленький вертолетик. Так, даже не вертолет, это что-то больше похожее на велосипед, только с винтом. Вот. И просто летаешь по карте, ищешь жилы. Это большие камни черные, с пулеметом, несколько коробов, патронов. Вот. Нашли жилу, разбили ее, потом ее с инструментами разбирать, ломан, инструменты нужны были. И рандомно с нее падали камни. Вот. Я не знаю, на этом сервере есть ли камни такие. Было бы, конечно, круто, если бы они были такие жилы, фармить эти драгоценные камни и потом продавать их за бешеные деньги. Однако, ребята, я здесь один раз камень нашел, он просто лежал в доме драгоценный и стоил он херню. Я думаю, здесь такой механики не будет. Если камни есть, то они стоят понты. Честно говоря, не могу сказать по этому поводу пока что ничего. Вот. Поэтому имейте в виду, ребята, почему я именно эпач выбрал. Потому что здесь именно таких... Тут фпс проседает немножко, ребята. Почему я выбрал именно эпач, а не эксайлз? Тут больше элементов выживания именно. Вот. Вот так вот. Что за фигня? Немножко проседает фпс. Вчера все было гладко. Короче, у нас до рестарта 4 минуты, ребята. Я думаю, надо начать что-нибудь уже делать такое заключительное. Сейчас было ознакомительное. О, видите? Просто заехал в какую-то глушь, зашел в какой-то сарай. А здесь что? А здесь красота. Здесь лежит АДР-97 5,7 мм. Неплохой ствол. На него можно поставить глушитель. Вот. И магазин на него есть. На вот этого пацана тоже есть один магазин. Конечно, эта винтовка будет покруче по калибру, по убойности. Вот. Поэтому просто в рюкзачок положим вот это. Так. Оглушителя у меня на него нет. Нет. Для ближнего боя, конечно... А очередью? Очередью не стреляют. Одиночными только. Забыть такого не может. Ладно. Значит, мы это положим в рюкзак. А из рюкзака достанем... Вот это. Вот это уже больше... Поинтереснее. Такое вот у нас вступительное видео. Первое, да, по этой игре. У меня там на канале вроде как было что-то одно. Но это мод Altis Live был как-то давно. А сейчас именно Apoch. Вот. Это уже другой разговор. 7,62 калибр. Все его знают, все его любят. Дальность полета пули будет хорошая. Длинный ствол. Все хорошо. Еще бы оптику найти. Ну, с учетом того, что через 2 минуты, даже через минуту, будет у нас рестарт сервера. Я буду заканчивать эту серию. Она коротенькая, ребята, но только для того, чтобы привлечь ваше внимание. Стоит ли вообще дальше этим вопросом заниматься на моем канале? Будете ли вы это смотреть? Мне игруха нравится. Она очень сильно приближает к выживанию. И мне она нравится. Вот так вот еще раз могу сказать. Так. Поверни ты, покажи ты лицо свое. О, ништяк. Крутой такой сидит возле КамАЗа. В общем, как-то так, ребята. Сильно не готовился для записи этого видео. Только для того, чтобы вам показать. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Например, напоминаю лайки, подписки, комментарии, все такое. Колокольчики, да, нажимаете, а то уведомления до вас не дойдут. Подписались? Кнопка серая. Справа написан... Справа колокольчик. Нажали колокольчик, и только тогда будет у вас приходить уведомление. Все. А на этом я буду заканчивать. Пока-пока.